друзья мои всем привет рад вас снова видеть на канале рад что вы заглянули ко мне в гости и конечно же рад вас всех видеть после такой долгой сегодняшнем видео друзья хочу вам показать один из наших проектов которые мы закрыли где-то месяца три-четыре назад честно говоря просто не было времени возможности все это смонтировать и показать вам этот аквариум собственно хочу показать этот аквариум и на его примере ребята хочу рассказать о том как не стоит клеить аквариум что нужно учесть при проектировании аквариума ну в общем видео дальше все увидите так что усаживайтесь поудобнее берите горячий чаек либо кружечку чего-то покрепче и поехали и 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 так ребята наверное вы уже все заметили да насколько криво склеен был аквариум и марина не просто так на обратилась а на самом деле потому что вода начала потекать под первое донное стекло у нее забила тревога ну в принципе она не удивительно потому что когда я приехал и посмотрел на этот аквариум и спросил сколько человек взял за работу и ну знаете честно говоря там сделала половина работы то есть ничего не защищена да о чем там говорить вообще вы дальше в видео все увидите собственно на примере это аквариума хочу вам показать несколько нюансов как не стоит плеить аквариум и первое о чем наверное нужно рассказать это выбор силикон ребят я использую я использую три вида силикона и начнем пожалуй с самого дешевого это турецкий акфикс аквариумный силикон 100акью чем хорош этот силикон этот силикон подходит для склейки аквариумов до там 60 65 сантиметров высоту до полтора метра в длину и до 50 сантиметров ширину он прекрасно держит стекло проблем с ним нет единственное что им нужно работать при склеивании аквариумов методом прислонения стекло стекло если же вы хотите закачивать швы этот силикон вам не подойдет потому что у него очень большая усатка шва ну где-то процентов наверное 20 то есть если вы прокачали шов то он вам просто сожмется и тем самым это не то чтобы как-то будет влиять на прочность аквариума это просто первую очередь эстетически некрасивого а во вторую при толстом слое силикона при толстом шве у этого силикона может быть изрядные прострелы вот поэтому для прокачки швов такой силикон я не рекомендую и сам не использую но тем не менее в больших аквариумов вполне возможно им приклеивать ребля жесткости стяжки шахты и тому подобные вещи с этим он справляется на ура и в принципе он уже доказал свою практичность не раз второй силикон который я использую это пеносин аквариумный тоже силикон вот этот силикон у него усадка на порядок меньше чем чем у апфикса но тем не менее она у него тоже есть и но зато этот силикон прекрасный по с ним очень легко работать он прекрасно ложится в шоу очень мягкий вот если даже вам нужно какой-то там шахту затянуть до силиконом стеночку он прекрасного разглаживается он не тянется соплями и в этом плане этот силикон просто превосходный я использую его для строительства аквариумов до 60 65 сантиметров шириной до семидесяти высотой как бы честно говоря выше аквариума я и не строил и в принципе при тех показателях выдержки на растяжение я бы честно говоря не риск не рисковал бы строить аквариум выше и больше тем не менее силикон просто прекрасный работа с ним просто сказка если масса творил сантиметров до 70 высотой длина не важно и сантиметров 60 65 длиной то это именно тот силикон ребята который вам ну ну и 3 силикон к сожалению меня здесь строительный силикон не аквариумные но тем не менее разница в том что это здесь должно писать силирует аквариумный силикон это же у меня строительный но тем не менее солдат солдат ребята лучший из всех трех представленных силикона силикона в плане того что он во первых менее всех воняет в нем менее всех уксуса вторых он очень тугой с ним работать очень сложно но у него практически нет усадки ну я бы даже сказал вообще нет усадки при засыхании шва он делается такой прям как кусок такой резины вот он прекрасно держит аквариум и можно строить аквариумы из 80 сантиметров высотой и даже выше все зависит от толщины вашего стекла да ну и соответственно максимальный максимальная ширина аквариума которую я им клеил это было по моему поле 90 то ли 95 сантиметров вот то есть аквариум прекрасен держит стекло прекрасно он дороже из всей этой линейки но работа с ним не так-то просто то есть если вы будете качать швы этим аквариумом готовьтесь либо крепатуре в запястье от пистолета ну либо готовьте пистолет на компрессоре да ну и либо что-то такое вот я себе купил вот такую игрушку и довольны и как слов приз подведем итог ребят принципе силикона плохого силикона не существует любой силиконом по-своему хорош просто нужно понимать как он себя ведет в тех или иных ситуациях и в принципе я вам вкратце об этом рассказал если будут если тема это вам интересно если вам надо более детально все это раскрыть пишите об этом комментарии лайкайте это видео я буду понимать что тема для вас актуальна и соответственно не буду говорить ближайшем будущем в будущем я сниму отдельный ролик возможно возьму еще несколько видов силикона протестирую его и расскажу вам полностью расширенное свое мнение об этих всех вещах и последний нюанс который ребят нужно учесть когда вы начинаете работать с силиконом когда вы начинаете качать швы в аквариуме обязательно подогреть его градусов до 30-35 это очень и очень упростит вам жизнь ребят я не хочу называть имен я не хочу конкретно кого-то осуждать в том как был сделан этот аквариум который вы видели да дело все дело в том что ну я не хочу этого делать на самом деле но как заявила мне марина заказчица она мне сказала что этот аквариум глился силиконом церазит возможно я чего-то не понял но во первых я церазита никогда не использовал а во вторых я пошустрил в интернете посмотрел вы знаете я аквариумного церазита вообще не нашел так вот друзья перед тем как покупать силикон удостоверитесь том что он сто процентов аквариум в чем разница между сантехническим и аквариумным силиконом ведь сантехнические фактически тоже нормально клеится и к гладкому пластику и даже к шашалу пластику кстати он прекрасно клеится и к стеклу но все дело в том что аквариумный силикон у него агрезия намного выше и он намного лучше пристает именно гладким поверхностям и аквариумный силикон он работает не на вздутие арно разрыв в этом вся главная фишка то есть клей аквариум не аквариумным силиконом и я не то что не рекомендую я вам просто запрещаю друзья мои хорошо я думаю вкратце насчет силикона вам все понятно тут в принципе как бы ничего такого сложного нет я лишь хотел чтобы вы понимали что если аквариум такой достаточно небольшой то нет смысла извращаться с дорогими силиконами потому что и работа с ними соответственно тяжелее давайте же перейдем сразу к швам то есть но вы можете видеть как закачанные швы в этом аквариуме во первых какой должен быть шум чтобы аквариуме должен быть ровный и без пустот без воздушных пузырей и соответственно без прострелов после уже просыхания силикона как это сделать когда вы клеите аквариум прокачиваете шоу продавайте ему до тех пор пока силикон не выдавит весь воздух все на другую сторону если вы например закачиваете угловой шоу в аквариуме то силикон должен выйти наружу и вытолкнуть весь воздух и прокачать полностью весь шоу да конечно же это перерасход и чем силикон туже тем перерасход будет больше чем силикон мягче вот случае когда я вам показывал пеносил и показывал солдал так вот у солдала расход будет на порядок больше потому что он будет налазить и на одну и на другую сторону потому что очень другой и соответственно расход будет больше и когда вы будете проектировать себя аквариум обязательно об этом помните следующее многие даже советчики я там видел что мало ютюбе там не в ютюбе фейсбуке кто-то кому-то советовал что мог сделать и там побольше галтели это прочнить всю конструкцию и так далее но смотрите мы этот аквариум переклеили убрали вообще все вот эти вот вещи срезали лишний силикон и сделали аквариум полностью без галтели он склеен на пеносиле без галтели и все прекрасно стоит запомните ребята галтели никакой прочности себе не несут они ничего не держат дополнительно галтель всего-навсего она предназначена чистка как бы ну как эстетическая во первых составляющие да а во вторых и для того чтобы в угол стекла не попадала вода и соответственно вычистить оттуда в цике обрастания под зеленением очень сложно но если вы аквариум клей и непрозрачным условно прозрачным да а черным силиконом то принципе всего этого видно не будет потому что прошло самом чалочка протёр и но всего этого беда не будет галтель нужно в аквариуме с прозрачным силиконом тогда согласен она нужна потому что вот эти все обрастания полуглам они будут выглядеть перспективе некрасиво аквариум же без галтелей выглядит очень аккуратно с тоненькой рамочкой очень аккуратно очень красиво и я вот именно так клею свои аквариумы и вам советую так делать потому что эстетически это выглядит намного круче и вы знаете нет вот этой черной рамки вокруг аквариума такое просто сказки что еще хотелось сказать относительно швов друзья когда будете прокачивать швы учитываете то что будет усадка силикона то есть используйте во первых монтажную ленту она упростит вам жизнь то есть все то что вы размажете потом карточкой это все можно будет оборвать вместе с монтажной лентой и если кто-то вам скажет что вот я клею аквариум его потом не надо зачищать можете смело посмеяться над этим человеком потому что зачищать вам придется в любом случае но не было еще ни одного такого момента когда вы зачищать аквариум не нужно почищать подрезать под наводить косметику аквариуме вам придется в любом случае просто монтажная лента уберет вам процентов 75 80 вот этих всех движений зачисткой и упростит вам опять же жизнь относительно швов я думаю понятно опять же если будут вопросы задавайте в комментариях под видео а я доеду дальше но друзья вот здесь я бы хотел бы остановиться более детально и более обширно потому что во первых посмотрите как склеено дно в этом аквариуме то есть она составное из двух частей и потом наверх шахматном порядке ну как бы перекрывает одно стекло и потом еще куча мелких стекла они во первых вообще каких-то дверей или не знаю там ничего там с узорами вообще стекла то есть мастер который ему делал реально хотел круто сэкономить это раз во вторых она скорее всего каленые чего делать категорически нельзя в аквариуме это использовать каленое стекло и третье нельзя перекрывать если вы делаете составное дно нельзя перекрывать его одни стяжкой не обвязкой не другим стеклом все стекла должны если у вас два стекла то она одно на второе наклеивается а потом между собой склеивается вот так ни в коем случае перекрывать их нельзя потому что мне как только вы например камнями нагрузки одну сторону аквариума больше зальете все это водой я не говорю что это будет сразу это просто вопрос времени когда стекло ваши чуть-чуть сыграет и вся вот эта перемычка на просто вам тресли и соответственно вы уже понимаете чем дальше это шрева то есть но есть нескольких типов но есть цельные но есть составное из нескольких стекла вот так но есть составное вот таким образом то есть клеится стекло на стекло и но есть собляской по периметру в чем же разница и как клеить для себя аквариум ну давайте начну с конца наверное обвязка почему я больше всего не люблю это обвязка дна друзья обвязка дна это хорошая альтернатива двойному дну но чем ее минус ну во первых это визуальная составляющая если у вас аквариум с крупной рыбой там планируется скат то скатом отметет от переднего стекла в любом случае грунт даже если вы насыпите его там сантиметров 57 и все это конечно же будет видно и выглядеть будет некрасиво второй минус по моему личному мнению обязки дна это в том что но смотрите цельный кусок стекла будет всегда лучше держать чем там 4 или 5 сантиметровая полосочка приклеенная на силикон в это тоже должны понимать и ну как бы я лично обвязки да не делаю ну есть случаи когда заказчик хочет конкретно сэкономить тогда да тогда уже планируется обвязка дна там все эти вещи но как правило я делаю двойное и составное между собой почему я так делаю потому что кто его знает как может сыграть я в принципе я делаю все тумбы на ножках выставляли по уровню но тем не менее кто его знает как сыграет пол кто его знает как сыграет пенопласт может там знаете сто процентов гарантию дать никто не может понимаете и поэтому я же не знаю а может владелец аквариума захочет там себе поставить большие камни нагрузить одну сторону камня ли завал из камней сделать и конечно же если дно будет цельная то одна сторона на она чуть-чуть будет больше придавливаться соответственно что будет лишнее натяжение на дно и будет риск трещины поэтому я делаю подушку из двух стекол и приклеивает между собой в таком случае давление на область на области клада дна она распределяется с помощью точек силикона и опять же дно между собой может играть и как показала практика мои аквариумы слава богу все стоят но вот здесь вот все аквариумы сколько я людям клеил аквариум все стоят все прекрасно и никаких ни у кого нареканий нет поэтому я вам так рекомендую делать чтобы лишний раз себя обезопасить еще у нас насчет обвязки дна если вы сделали но составное и а хотите обязательно чтобы не делать из двух стекла хотите сэкономить то когда делаете обвязку по периметру дна обязательно на разрыве донного стекла делайте разрыв в обвязке потому что опять же вернемся к тому что я говорил если нагрузить одну или даже по углам аквариума две стороны камнями или еще чем-то наше дно слегка незначительное но она все равно так выгнется если вас вот здесь будет обвязка либо вот так идти это все шревато трещиной стекле вкратце я вам все рассказал значит если хотите более детально что-то вам уже наглядно показать рассказать свои следующих проектах я это могу сделать но пишите о чем конкретно вам рассказать и показать и еще в небольшой момент не пишите мне в комментариях свои проблемы танцы рыбка или еще что-то для этого есть у нас чат телеграме заходите знакомьтесь с ребятами там сидит больше сотни аквариумистов которые держат рыбку от дупешек до огромной рыбы вот таких маньяков как я и вам всегда подскажут помогут и так далее не задавайте этих вопросов в комментариях в ютюбе потому что я отвечаю на скажем те или иные вопросы но только конкретно связанные с тем или иным видео если вы отходите от темы и просто хотите чтобы я вам помог с какой-то вашей проблемой я этого делать не стану не обессудьте но просто как бы вот такой у меня принцип есть чат заходите в телеграм заходите есть фейсбуке у нас группа заходите общайтесь знакомьтесь с людьми а я на наверное все-таки покажу что вы из этого аквариума как мы его порезали и собственно во что мы его превратили а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Спасибо, что переживали, заботились о моем здоровье, спрашивали, жив ли я все ли со мной хорошо. Ребятушки, всем вам огромнейшее спасибо за то, что вы у меня есть. Я очень благодарен, что мои видео вам интересны, что то, чем я занимаюсь, вам интересно. Здоровья, друзья, вам и вашим питомцам. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok